Газовый проточный водонагреватель Bosch Therm 4000S выпускается производительностью 12, 15, 18 литров воды в минуту. Предназначен для эксплуатации в условиях, когда нет возможности организовать схему с естественным дымоудалением с нормальной тягой. Прибор с закрытой камерой сгорания подключается к аксиальному дымоходу, который может быть ориентирован как горизонтально, так и вертикально. Работает на природном газе, может быть переведен на работу на сжиженном газе. Подключается к электросети, работает в энергозависимом режиме. Особенностью этого водонагревателя является возможность работы с глубокой степенью модуляции для поддержания заданной температуры. Причем точность поддержания температуры составляет плюс-минус 1 градус. И еще одной возможностью является подключение пульта дистанционного управления. Если говорить о степенях защиты, то естественно этот водонагреватель оснащен системой безопасности, контролирующей температуру воды на входе, температуру воды, прошедшей через теплообменник горячей воды соответственно. Есть функция защиты от перегрева, функция защиты от потери пламени, электроды ионизации. Еще одной дополнительной возможностью является возможность подключения комплекта защиты от замерзания. В этом случае при падении температуры внутри корпуса до определенного значения, будет активирована система защиты от замерзания, которая поддерживает теплообменник в нагретом состоянии. Водонагреватель оснащен электронным пультом управления с большим жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются в процессе работы все параметры прибора. Пульт управления способен удерживать заданную температуру, которую можно запрограммировать на определенное значение, с возможностью мгновенного изменения температуры, если не требуется поддержание какой-то постоянной температуры. На этом же дисплее отображаются коды неисправности. С помощью индикации дисплея наладчик может видеть нахождение на каком-либо сервисном уровне, изменение его настроек. В плане настроек прибор работает, как я уже говорил, на природном газе. Есть возможность просто через сервисное меню без смены форсунок осуществить переход на другой тип газа. Еще одной возможностью настройки является задание высоты над уровнем моря, что позволяет скорректировать работу самого прибора в зависимости от места установки. На панели управления находится кнопка включения-выключения. Она же является кнопкой сброса в случае возникновения какой-либо запирающей ошибки. Кнопка программирования для пользователя. Эта кнопка позволяет задать определенный уровень температуры, который по умолчанию будет поддерживаться каждый раз при открытии крана горячей воды. При необходимости изменения температуры используется правый блок клавиш «плюс-минус». Увеличение и уменьшение параметра по температуре. Подключение стандартное. С правой стороны, если смотреть на прибор, находится блок подключения холодной воды с трехчетвертной наружной резьбой, внутрь этого штуцера встроен ограничитель расхода, не допускающий чрезмерный расход через прибор. Сюда же встроен небольшой сетчатый фильтр, предотвращающий попадание грязи внутрь элементов котла. По центру располагается штуцер подключения прибора к газу, патрубок полдюйма, с измерительным штуцером для контроля входного давления. Крайний слева патрубок – это выход горячей воды. На входе электропитания имеется свободная клемма, на которую может быть подключен дистанционный пульт управления, дублирующий все возможности основной панели управления. Давайте посмотрим, что находится внутри прибора. Для того, чтобы его открыть, необходимо снять переднюю декоративную накладку вокруг панели управления. Под ней находятся три самореза. И выкрутить два винта, которые крепят переднюю крышку на корпусе прибора. Ну, как видите, прибор достаточно компактный. В верхней части находится оцинкованный дымосборный коллектор. К нему прикреплен теплообменник, традиционно выполненный из меди. Ниже находится горелочный блок. Система управления, которую можно откинуть для удобства доступа к остальным узлам. Вентилятор, который подает воздух на смесительную камеру горелочного блока. И за термопластиной находится блок газовых клапанов. Трубка холодной воды находится справа. Прямо на входе располагается датчик протока холодной воды. Следом за ним установлен датчик температуры холодной воды. Вода попадает в теплообменник, происходит нагрев, выходит из теплообменника. И на выходе также контролируется датчиком температуры горячей воды. Датчики взаимозаменяемы. При необходимости их можно всегда найти в нашем каталоге запчастей. Здесь же, на самом блоке управления, находится еще один датчик, с помощью которого фиксируется минимальная температура внутри корпуса прибора. И если к колонке будет подключен комплект защиты от замерзания, представляющий собой 8 микротенов, устанавливаемых на поверхности теплообменника, то при падении температуры до 5 градусов внутри корпуса происходит нагрев теплообменника до температуры 15 градусов. В качестве дополнительной принадлежности колонка может быть оснащена пультом дистанционного управления, который подключается к прибору последствием двухжильного кабеля. Клемма подключения дистанционного пульта управления находится в зоне входа прибор силового кабеля. Для подключения пульта дистанционного управления прокладываем двухжильный кабель сечением не менее полмиллиметра. Точка подключения находится внутри корпуса. Разницы, как он будет подключен, особой нет. Давайте выполним подключение. Двухжильный кабель. Делаем соединение. Перепутать практически невозможно, потому что на клемме есть ответный сжим. Берем пульт. Пульт может быть установлен там, где им будет удобно пользоваться. Клемма подключения. Декоративная крышка, которая будет закрепляться на стене, имеет две точки установки с возможностью корректировки по уровню. Берем кабель. В принципе, если есть возможность сделать скрытую проводку, закладываем его внутрь декоративной колодки. Затем крепим его где-то на стене. Устанавливаем клемму подключения. Подключили. Разворачиваем. Теперь можно включить прибор и проверить, что будет показывать диск. Особенностью пульта дистанционного управления является, как я уже говорил, полное дублирование функционала основной панели управления. Фактически я могу включить как сам прибор, так и выполнить активацию прибора с пульта дистанционного управления. Нажимаем кнопку включения. Происходит инициализация. Идет согласование. С небольшим запаздыванием на пульте. И как видите, все дублируется. Цифры на экране основного блока управления и на дисплее полностью дублированы. Что может показать вам дисплей? Отображает уровень моментальной мощности, которую на данный момент развивает горелка. Позволяет показать заданную температуру. 43. Как видите, тут же изменились показания на основном дисплее. Если мы откроем кран горячей воды, колонка начнет работать. И до тех пор, пока эта температура не будет достигнута, эти показания будут мигать. Фактически могу сделать еще одну установку. Нажимаю кнопку программирования. И появляется запрограммированная постоянная температура. 36 градусов. Если мне устраивает такая температура, каждое включение колонка будет выходить именно на этот уровень. Если меня не устраивает эта температура в какой-то момент времени, либо кого-то из моих гостей, устанавливается новый порог. Прибор набирает новый уровень температуры. В данном случае 41 градус. Отключаем воду. И следующее включение опять будет та температура, которая была запрограммирована изначально. Помимо пользовательского режима, пульт управления позволяет специалисту осуществить настройку прибора, изменяя определенные параметры. Для входа на сервисный уровень необходимо нажать и удерживать в течение не менее 3 секунд 3 клавиши. Программирование плюс и минус. Держим. На дисплее появляется индикация P2. Это начало работы на сервисном уровне. Все работы на сервисном уровне должны осуществляться только специалистам.